Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» В Сан-Франциско в год празднования двухсотлетия насаждения православия русскими миссионерами в Северной Америке собрались епископы, прихожане и паломники русской православной церкви за границей засвидетельствовать о совершившемся здесь церковном прославлении святителя. Накануне дня прославления, в пятницу 1 июля, после заупокойной литургии, отслуженной семьей архипастырями с шестьюдестью тремя сослужащими пресвитерами и диаконами, была отслужена панихида посвятителя Иоанне, его рукоположителям, родителям, сродникам и чадам духовным. Четверо архипастырей, сослужащими сойдя в усыпальницу святителя, переложили облаченные в архиерейские одежды его святые мощи в новую художественно изготовленную раку и перенесли ее крестным ходом в кафедральный собор. Архипастырей и священнослужители с первоирархом во главе и с множеством сослужащих совершили последнюю панихиду по прославляемому святителю. Затем началось всеночное бдение с песнопениями святителю Иоанну. Лития с обнесением раки со святыми мощами совершалась вокруг собора. На утренний, после слова о прославляемом ныне святителе Иоанне, на полиэлей вышли 12 архиереев, возглавляемых высокопреосвященнейшим первоирархом русской зарубежной церкви, митрополитом Виталием. В числе вышедших на полиэлей, принимавших участие в богослужениях, находился и митрополит старостильной церкви румынской, высокопреосвященнейшей власей. По прочтении святого Евангелия во время канона начинается прикладывание к раки со святыми мощами угодника Божия святителя Иоанна. Облаченные мощи с открытыми руками видимы всем через ясное стекло. Богомольцы подходят и прикладываются одновременно с двух сторон, и два архиерея помазывают их освященным елеем, а священники вручают иконки святителя. Прикладывание продолжалось и по окончании всеночной. В субботу, 2 июля, были совершены одна за другой три литургии. Первая, возглавленная одним архиереем, вторая, священниками, третья, торжественная, возглавленная первоирархом и сонмом архипастерей. И литургии, которые совершались по-славянски и по-английски. В сослужении всех трех литургий приняли участие 14 архиереев, 103 священника и 36 дьяконов. Неслужащих священнослужителей присутствовало еще около 20. Причастников святых христовых тайн было 1400 человек. В конце третьей литургии, после проповеди первого иерарха, двинулся огромный крестный ход вокруг уже не собора, а целого квартала. Сменялись несший раку с мощами угодника Божия, святителя Иоанна, священнослужителей. Сменялись несший раку с мощами угодника Божия, священнослужителей. Сменялись несший раку с мощами угодника Божия, священнослужителей. Продолжение следует... Так совершилось во славу Божию, встреченное повсеместно с великим умилением и радостью, церковное прославление и живосвятых Отца нашего, святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца. Мадыка родился в Малороссии в 1896 году. И происходил из дворянского рода Максимовичи. Предки его были выходцами из Сербии. Великий святитель в русской церкви, митрополит Иоанн Тобойский в Сибири, был тоже из этого же рода Максимовичи. Первоначальное образование Владыка и воспитание получил дома. А затем поступил в Полтавский Петровский кадетский корпус, который окончил в 14-м году. После корпуса Владыка поступает на юридический факультет Харьковского университета, который оканчивает как раз в дни годы русского веколетия. Гражданская война заставляет семью Максимовича оставить родные места. И в конечном итоге она оказывается в Югославии. Там Владыка поступает на богословский факультет, который оканчивает, кажется, в 25-м году. В Югославии же Владыка становится духовным чадом основателя русской зарубежной церкви блаженнейшего митрополита Антонио. Маститово-Авру как-то спросили, кто ближе всего ему по духу. Митрополит Антонио назвал только два имени. Известного старца немноголетнего Мильковского монастыря Архимандрита Амбросия Курганова и молодого тогда еще иеромонаха Иоанна Максимовича. В крещении, нужно сказать, что Владыка носил имя Михаила, а в монашестве получил имя своего предка, митрополита Иоанна Тобольского. После рукоположения в пресвитере Владыка несколько лет провел преподавателем в битлевской семинарии, или как по-сепски они называются, в богословии, где снискал любовь своих воспитанников, своей подвижнической жизнью. Владыка каждый день совершал божественную литургию, или, по крайней мере, старался причаститься каждый день. И со дня своего монашеского пострига принял на себя особый труд не ложиться спать, а не позволял себе несколько часов отдыха, сидя в кресле. Этот бодрик он выдержал до дня своей кончины. В 1934 году архиерийский сенот Русской Православной Церкви за границей переданесал и командировал Владыку на Дальний Восток, город Шанхай. Здесь Владыка снискал любовь своей пастры, своим искренне отеческим попечением о ней. В Владыке были устроены благотворительные общества, главный приют для детей. В Шанхайе первый раз мне пришлось его встретить в этом приюте, как раз, в котором он заведовал. И, конечно, детей собирал он всех. Национальностей у него не было точно русский ребенок, или китайский ребенок, или другой национальности. У него сердце было открыто для всех детей и для всех людей. Это был человек, именно мы сейчас его считаем святым, это именно был человек святой. По его делам, по его поведению, по его, как говорится, возведам, которые мы все знаем, мы читаем и не делим. Этот человек достиг такого высшего уровня христианства, которое очень почистно никому не было. Владыка Ян собирал детей без призраков. Отдавал, он просто вымаливал детей, чтобы за ними смотреть. Приют, созданный им, мы даже не знали, чем они питаются. Но Владыка всегда как-то доставал. Там никто не ходил доводных. Дети были обуты, ходили в школу, питались. Знали, что Владыка за ними смотрит. И слышишь, у них было от приюта людей, которые были в приюте, от приютян. Они говорят, Владыка был ими отцом, и матем, и семьей. В приюте жили, он, мой муж был сторож, мои дети были в приюте, жили. И вот он приходил в приют вечером. Бывает, что когда дети спят, уже он благословит их, идет всех, его провожает. Который заведующий был дитями, смотрев за ними наш кум. И, значит, он идет по улице, люди все, и он не смотрит. Но, когда они повернутся, он благословит всех. Ходил всегда, не хотел ехать никогда, все ногами, погода хорошая, плохая. Все время не шел вот так вот, это он. И так, что детей любил, где дети с ним шутят. Я даже сама видела, как он своим костыльком их по голове смеется, разговаривает на крыше. И так всех их благословит, и так пойдет. В бытность свою в Шанхае, а мне тогда было еще всего-навсего 10-11 лет, я прислуживал в соборе, где служил и руководил паспой владыка наш Иоанн. Его мы все любили. У нас было много мальчиков, которые прислуживали, так же, как и я, и я в том числе. У нас была определенная очередь, и мы, ну, как во всех храмах, носили просворочки, свечи наносили. Владыка Ян, он у нас был малоразговорный, человек молчаливый больше, в большинстве случаев. Но нас он очень любил. Когда он смотрел на нас, эти добрые глаза, мы его очень любили. Очень любили. Иногда он нас приглашал к себе в келью, где он спал не на постели, а на качалке, в кресле качалки. Часто рассказывал нам всевозможные, вернее, пояснял Священное Писание. Элементарно, так понятно для нас, детей. Владыка Ян был необыкновенным человеком, и его знал не только русский Шанхай, но и иностранный. Дело в том, что было такое время, когда Владыка был очень энергичный. Он все еще был тогда достаточно молод, и что можно сказать о нем. Это был большой скромностью человек. Его никогда никто не видел едущим на ликше или в автомобиле. Никаким транспортом он не пользовался. Он ходил пешком. У него был подвязник, как мы всегда видели, Чесучевый, затем скуфейка и посох простой, совершенно простой. Сандали. И вот таким образом он очень быстро ходил, очень быстро. Во всем его можно было увидеть в любой части этого огромного города Шанхая в то время. Как его называли Дальневосточный Павелон. Вот. Владыки да, он вот ходил, в общем-то, почему? У него много было дел. И все это дела благотворительные, Божьи дела. Он собирал по улицам детей, сироп, находил везде, спрашивал, где, какие есть нужды. И вот этих детей сироп беспризорных он приезжал всех к себе, забирал себе. И когда Владыка уехал в Китай, то он переписывался с моей мамой, посылал ей марки, китайские монетки и все это. А потом из-за войны и других событий житейских всяких они уже больше не встречались и не переписывались. и прошло много-много лет и мне уже было 9 лет и моя мама узнала, что Владыка Ян будет служить в храме памятника Владимира Святого и она хотела, чтобы я от него получил благословение. Мальчишка была и говорили ну а как я буду знать какой там Владыка Ян и мама его будучи очень такая остроумная она его описала ну эмилистически подчеркнув что у него растрепанные волосы и что у него гор и что на босу ногу сандали и в общем так сказала что тот который меньше всего на архиере похож это и я судыка ну я поехал с батюшкой нашим городоваем да с отцом Николаем Матсишевским в храм памятник и будучи прислужником молодым я сразу пошел в церковь это был нижний храм еще верхний храм не был устроен нижний храм и прошел через пустую совершенно церковь прямо в алтарь чтобы подготовиться к службе принести в стихарь и все и когда я зашел в алтарь то в алтаре как раз стоял владыка Ян которого я конечно узнал сразу же по писанию моей мамы и владыка ко мне подошел и назвал меня по имени сказал Стефан я тебе что-то сказать и вышли мы на амбон потому что владыка в алтаре никогда лишних слов не говорил и он сразу же начал меня расспрашивать про мою маму маленькую про моего брата Павла про мою сестру и все и я с некоторым удивлением на него смотрел и вдруг он на меня так посмотрел улыбнулся и сказал а как это ты меня узнал однажды я был свидетелем такого рассказа одна из женщин я правда не помню сейчас ее фамилия но у нее заболела дочь где-то 8 или 9 девочки было как врач сказал значит что девочки очень тяжелом состоянии это горловое болезнь страшная и он сказал этот врач лечил но девочка становилась ей все хуже хуже она задыхалась буквально мать а отца у них не было мать конечно была в панике единственный ребенок она не отходила и днем и ночью в постели больной дочи но вот однажды врач сказал что нужно созвать консилиум несколько врачей врачи иностранные причем такие которые которые славились в городе тогда многие пришли знаешь несколько человек и все подтвердили что да болезнь слишком в тяжелом форме и девочка не выживет и вот однажды пришел главный врач и сказал ей что знаете давайте говорит приготовьтесь потому что девочка мы сейчас вот смотрели ее она до утра не доживет так что приготовьтесь мучения у нее кончились конечно что было с матерью это вполне понятно но она когда врач ушел она так же вот сидела около кровати молча и какое переживание у нее в это время было конечно всем нам понятно но от чрезмерной усталости потому что это уже было много ночей и дней она задремала и вот говорит вижу сон вижу сон стоит владыка наш на нем красный эпитрахиль и в руках он держит евангелие крест евангелия я его так хорошо четко вижу и вдруг просыпаюсь от звонка бегу открывать двери открываю двери и я просто онемела передо мной стоит наш владыка именно в таком красном эпитрахиль и держит крест евангелия я не могла слово сказать потому что в таком было шоке а он говорит пойдемте давайте помолимся зашел раскрыл евангелие положил на головку дочки а сам мне говорит становись на коленках давай помолимся я встала на колени и он тоже опустился на колени и он молился молча и я молилась молча сколько мы стояли так и молились долго но не знаю сколько но когда он встал и сказал давайте я благословлю вашу дочку взял крест благословил ее крестом приложил крест к ее губам так же вот завернул в эпитрахиль не снимая его это крест евангелие и молча ушел молча ушел я снова села в кресло рядом в котором сидела уже много много дней и ночей и опять постепенно задремала и уже утром я проснулась от громкого голоса моей дочки мама мама проснись что было со мной и сказать я просто не могу она так говорила потому что дочка которая уже много времени не говорила из-за того что у нее дыхание закрывало это страшнейшее воспаление какое-то горловое вдруг она говорит четко ясно говорит я конечно в ужасе бегу уже я не знаю радоваться или плакать бегу звоню по телефону опять этого доктора доктор быстро приезжает и даже не один вошли что такое случилось вот говорит она разговаривает а девочка улыбается они давай ее свидетельствовать смотрели смотрели все 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 советую и потом спрашивает а что вы с ней делали я ничего не делал что-то вы ей дали может быть или что расскажите не стесняйтесь скажите правду что вы с ней делали ничего вот я с ней не делала был приходил к нам наш владыка вот мы с ним молились и все больше ничего он молча ушел врачи развели руками и говорят знаете что нам никак не понятно потому что мы ничего не можем понять что случилось потому что ребенок совершенно здоров у него ничего нет то что было вчера вечером вы знаете с тех пор когда врачи светилы по тогдашнему времени хорошие врачи не могли спасти человека видели безнадежность его болезни то они все говорили медицина теперь в этом случае к сожалению бессильна обратитесь пожалуйста к владыке Иоанну может быть он вам поможет потому что мы уже из все сделали что возможно было в наших силах владыку Иоанна я знаю еще о Шахаре знаю о его очень большом чуде во-первых он бывал у нас доме на праздник на рождество очень любил ходить то есть не очень любил вернее он ходил по всем гостерям его можно было встретить ночью в любой час ночи по шанхайским улицам он ходил из госпиталя в госпиталь в еврейском госпитале бывал потому что он ходил древнееврейским языком проходил в госпиталь где лежала моя мама это было приблизительно в 44 году но был очень серьезный случай он был приглашен в госпиталь к одной умирающей от укуса бешей собачки и когда он ее приобщал вернее давал ей дары то она эти дары не смогла принять она их выпрыгла ввиду того что дары нельзя взять ни рукой ничем он должен был взять это своим собственным ртом то что он и сделал и все доктора включая еврейских докторов Эпштейн Розенберг я не помню еще других все его умоляли владыка пожалуйста сделаем мы вам уколы бешенства он сказал нет со мной Бог и мне не нужно никаких уколов это было в 44 году по окончании второй мировой войны владыка много сделал чтобы спасти свою паству от грозящей опасности безбожной власти было разрешено вывести русских на Филиппины на Филиппинах у нас были страшные ураганы такие сильные тайфуны что приходилось даже палатки спускать боялись что нас унесет на Филиппинах мы жили на острове Тубаба это был маленький остров мы никогда не ложились спать не зная что владыка все каждую палатку благословит он ходил по лагерю и всех нас крестил на ночь если был ураган то он молился и ураган проходил и таких особых даже бедствий не было жизнь была тяжелая но особых бедствий не было и конечно это только помолительное отлично он тоже вывез приют на Тубаба создал там монастырь собор собор в начале в начале были все церкви в палатках подшив а потом на окраине города нашли старую уансов и из него значит владыки по владыки молитвам по его желания люди собирались и выстроили а в общем все это было достатка которые остались в второй мировой войне и дерево там было и значит все это сделано было добровольно только в памяти и помощь владыки многие люди помнят когда владыка Ян приезжал и пропадал за всю русскую интеграцию на ступеньках белого дома это было унизительно для высокого сана как владыки но это правда которую никто не может оспорить и благодаря его напорчивости и не как говорится постоянного желания помочь иммиграции русской чтобы она не погибла за рубежом а именно могла бы приехать в Америку он очень очень многое сделал для русской иммиграции как в отношении христианства так и в отношении того что люди могли приехать сюда здесь найти себе убежище и вторую родину он нас вывез из Филиппи за его прошение он ходил в конгресс английский плохо говорил но все таки он добился что он вывез свою паспу он никогда не а владыкина любовь к людям вот такие случаи владыка едет куда-то и вдруг останавливает машину и говорит подождите там больной я о нем должен помолиться было у него как-то заседание в конгрессе он тоже ехал и говорит о нет конгресс может подождать а у меня больной умирает он знал где больной он чувствовал и он никогда их не оставлял у него всегда люди были выше всех его помощи а конечно об его молитвенности говорить вы просите поговорить на шахмате о его молитвенности что он никогда не спал в кровати что он всегда молитвы проводил его невероятное чувство после принятия христовой тайны он никогда не оставлял алтарь он долг долгими часами оставался там и молился мой брат имел препятствия выехать из Шанхая мы пришли служить молебен в Тихо-Лазонском всей семьей ребятишки человек нас 12 было выходя уже из церкви приехал владыка как будто он где-то был с молебеном или где-то подошел ко мне поп меня включу и спросил о чем так молились я ответила что брат не может выехать из Шанхая он сказал брат вас выйдет через некоторое время брат получил бумаги и выехал и верно на воскресенье я пришла к нему еще в старый собор и был владыка брат мой выехал он был очень скромный посмотрел только на меня и ничего не сказал он большой был молитвен в 51 году владыка высшей церковной власти был направлен в Западную Европу где он святительствовал 11 лет много там сделал для православных французов голландцев и других вот когда вот открыли церковь в гараже на реверах там у нас ничего не было ни дикери и трикери ничего не было и мы приезжали вот я помню как приезжали и заранее за час почише до литургии или больше или даже за час полчаса час и там маленький другой маленький гараж где склад был так мы из больших свечей разжигали их и делали связывали я лично это делала связывала свечи вместе и там согревала над другой свечой чтобы выжимать и делать эти кири и три кири из них и так Владыка служил с этими свечами перед каждой службой мы это делали потому что они сейчас свечи с горами а потом другая вот помню что был у нас рейбинг который временный был который очень так любил быстро быстро все он на страстной неделе служба значит там много не помню какой точный день но много чтения поедем может даже и в субботу может в пятницу вечер не помню но в общем много чтения там а Владыка стоит посреди церкви и спит как часто говорило но он видит что он спит так заглядывает на него смотрит и 9 страницы пропускает в книге на этом Владыка и все стоя посередине без книги ничего все прочел наизу все эти две страницы которые он так ошалял что никогда этого не делал в монастыре был и у него разболелась очень ногами какая-то появилась очень было больно другое было очень было больно ему как-то и ему нужно было в господи душе это было что-то опасно у него была открыта рода и матушка он ни за что не хотел ложиться в кровать и матушка говорит нет вы должны он не хочет тогда она говорит Владыка вы у меня в монастыре я начальница монастыря и вы должны меня слушать и я вам приказываю пойти в монастырь в господи тогда он хорошо поклонился и его повезли в госпиталь уложили в кровать начали лечение якобы а вечером он уже был в церкви и служил всем и и опухоль исчезла и налог по малой совсем ушла без всяких посторонних помочь и больших и и в году сначала как просто временно управляющим а затем после смерти архиепископа Тихона как уже управляющим был признал сюда в Сан-Франциско господь меня сподобил последние три с половиной года жизни владыки здесь в Сан-Франциско быть при нем владыка мне запомнился как очень ласковый и добрый архипасты в нем чувствовалось его благородное происхождение но то же самое время он очень просто себя держал был доступен всем одна женщина позвонила в приют я ответил телефон она сказала как похоронить мужа я спросил когда он умер она сказала он еще не умер такой странный ответ я владыка спросил что сделать что сказать владыка как всегда попросил узнать в каком господи имя и он приехал сразу же причстить этот человек именно должен был умереть минуту на минуту очень злокачественная заразная болезнь была у него владыка всех выставил из комнаты помолился и приспил его и этот человек выжил и умер года два три спустя совершенно другой болезни владыка в Тихоно-Задонске всегда устраивал чашки чая и ребятам приглашал на вот эту чашку чаю ребята сначала первых первых два-три раза все побоялись нас несколько приходило и после вот этой чашки чая которая может быть полчаса длилась тогда владыка уходил к себе в келью и он нам давал вечеринку устраивать мы и танцевали и мы игры играли и мы просто имели очень хорошее время и с временем больше и больше народ ребят приходило я помню что в Тихоно-Задонском внизу у нас были танцы около 100-125 человек владыка понимал ребят что ребятам надо как-то развлекать и с каждым это вечеринки владыка устраивал по воскресеньям после вот вечером мы собирались около 7 часов и вечеринка длилась до 12 а владыка у себя в келье сидел или читал или дремал или даже Мария Александровна тогда Шахматова которая заведовала Тихоно-Задонским его кормила и владыка верил в наш ребят и ребята его очень любили и мы так ничего такого не делали мы просто танцевали имели хорошее время и это у нас здесь в Сан-Франциско вообще балы устраиваются в субботы и владыка был против балов по субботам и одно что мы боялись вот когда бал владыка после всеночной всегда объезжал вот эти балы и он поднимался в русский центр и там все плясали и пили и все все имели хорошее время вот когда владыка входил музыка превращалась и я помню как люди прятались от владыки он запрещал народ которые и певчи которые прислуживали или что-то имели или за сучном ящиком стояли владыка запрещал этих людей чтобы они могли в церковь ходить но они не могли ни петь ни прислуживать ни за свечном ящиком стоять не исповедоваться не причащаться ничего владыка каждый день старался совершать божественную литургию а если не мог то во всяком случае причаститься за божественную литургию насколько он был прост и доступен настолько в алтаре и во время богослужения он был строг владыка помимо ежедневных богослужений старался как можно чаще навещать больных за этот подвиг посещения больных после кончины владыки господин даровал ему особый дар исцеления большей части владыки теперь прибегают конечно прибегают всякими нуждами но большей частью прибегают к его молитвенному заступничеству в болезнях владыка часто знал мысли людей наперед знал имена людей еще до того что они ему представлялись и знал по какой причине с какой проблемой к нему приходят мне не раз приходилось слышать от владыки он говорил кому-нибудь что я насквозь вас вижу когда он умер мы нас четверо было которые положили владыку в гроб оригинальный в Сиатле это был один владыка нектарий покойный сейчас такой Юра Кальпов мой брат отец Петр и я и когда владыка умер мы совершенно его не ничего не сделали он только был обтёрт и облачён и мы ночью его после уже двенадцать ночи спустили и нашли гроб ночью это было всё настолько трудно сделать чтобы найти наш гроб и нам нужно было вывести этот гроб с владыкой с владыкой за двадцать четырца после смерти и это нам удалось сделать здесь когда сюда приехал владыка умер в субботу и законы Сан-Франциско и Калифорнийский не позволяли чтобы владыка был похоронен в городе Сан-Франциско в городе Сан-Франциско нет сейчас кладбищ но за субботу и воскресенье законы города Сан-Франциско были изменены тысячи людей здесь приходило во время значит его когда его отбивали и значит владыка совершенно от него не пахло пальцы были гибкие не было никакого тело не разлагалось и даже те которые из похоронного бюро Дахни они удивлялись и сами даже приходили с термометрами это когда владыка лежала и сами не могли поверить что так вот тело не разлагается не пахнет ничего и я говорю мы с ним ничего не делали никакого не балзумирования ничего когда владыка умер он как умер он был облачен и положен в этот крок это свидетель о том за 2-3 месяца до владыкиной смерти мы здесь строили русскую школу и я как раз в этой усыпаннице это усыпанница раньше была должна была быть кладовка я здесь работал как раз тот день и владыка зашел и сказал работой хорошо владыка трудно понять потому что он говорил немножко у него голуба была я даже не знаю почему но его иногда трудно было понять и я сначала не совсем понял что владыка сказал работой хорошо он сказал это мое место и вот он после этого 28 лет здесь приближал и посível а Субтитры подогнали Симон. Много чудес, много чудес. Мы все верим в его молитвы. Обращаемся к нему всегда, чтобы у нас не случилось. Что-то потеряем, что-то заболеем. Возьмем его маслице сейчас. Вот у меня два младенца, два младенца. Заплачу, помажу маслицем, они сразу спят спокойно всю ночь. Мой брат, когда ему было 22 года, он попал в катастрофу и потерял ноги. После этого он решил сделать крутосветное путешествие и приостановился в Вьетнаме, где происходила еще война вьетнамская. И он жил в Сайгоне и начал разъезжать по тем местам, где битвы происходили, к самому краю. И там находил детей несчастных, которые были покалечены, как он, или осиротевшие. И привозил их обратно в Сайгон и находил для них места, где жить. И так случилось, что в одном таком приюте для детей несчастных он встретил одну вьетнамку и с ней подружил. И начал ей рассказывать про святых угодников Божих, про Сергея Рамонская, Серафима Саровска и про православную веру. И все. После некоторого времени она начала ему рассказывать, что когда у нее трудные переживания, в особенности, я так понимаю, что в связи с детьми в приюте или что, то являлся ей старец один и как-то ее утешал. Потом она ему так рассказала, и он думал, что может быть это Серафим Саровский или Сергей Рамонский, о котором он рассказывал ей. И как-то на Пасху я прислал моему брату пакет такой пасхальный с песнопениями, святотует по монастыря на кассете, духовную литературу и несколько журналов. И на одном журнале была фотография, известная фотография Владимира Иоанна, как он шествует по кладбищу, это в Новодивеево было, не снято зимой. И так как-то смотрит в аппарат. И это было как раз на обложке. И когда вьетнамка, это его знакомая, увидела это, она ему сразу сказала, вот, вот это тот, кто мне является и учешает меня. Это был Будды Каян. Божьей милостью мне сподобилось быть участником открытия мощей святителя. И это произошло 28 сентября, в день Святого Харитона Исповедника. Владыка назначил некоторых из духовенства главным образом при соборе и участников Непархиального Совета, которые в назначенное время пришли в усыпальницу. И перед началом этого необычайного духовного и исторического события, значит, все по очереди читали Святую Евангелие. И даже каждый из архиереев, которые присутствовали, Владыка Антоний, Владыка Лавр, и вместо Владыки Алипия, Владыка Кирилл, викари Владыка Антония, Владыка Кирилл, все английские присутствовали. Владыки служили панихиду, а духовенство пело. И в конце Владыка Архиепископ Антоний сказал, что мы приступаем к очень важному духовному событию, к глубокому, перед которым мы все должны спросить у друг друга прощения, так как бывает перед началом Великого Поста и приступления в самые дни праздника Пасхи на Страстной Седмице. И он сделал земной поклон всем, и все спросили друг у друга прощения. И при пении, особых песнопений, открыли саркофаг. Нужно сказать, что до этого, на праздник веры, надежды и любовь, уже саркофаг один раз открывался, но не гроб, а только каменный саркофаг, в котором хранится гроб Владыки. И это было сделано, чтобы увериться, что тогда, когда официально назначенный день будет, чтобы без затруднений можно было бы сразу приступить к самому делу открытия гроба. Когда открыли тогда, в ту ночь, саркофаг, то первым делом заметили, что гроб, покрытый мантией Владыки Антона, то есть, нужно сказать, мантия, которая покрывала гроб, просто, как бы, казалась совершенно новой, почти сияла. Потом посмотрели на гроб и увидели, что он проживевший местами, но этим дело в ту ночь окончилось. Это, наверное, надежда и любовь. Саркофаг закрыли. И вот приступили мы к открытию саркофага и уверились, что то, что было сказано о мантии, это действительно было так, я должен сказать, что можно сказать, что от мантии не сиял свет, но мантия просто была замечательным сохранением. Просто это первое, что мы видели, это просто было замечательно. Потом мантию сняли и приступили к тому, чтобы гроб вынуть из саркофага, и это было сделано. И нужно было проверить, если дно гроба было проживевшее. И надо сказать, что такой был особо погромейный момент, когда гроб все подняли, и как-то никто не заметил, и нужно было второй раз посмотреть. И действительно уверились, что внизу, внешняя часть гроба была совсем проживевшая, и по бокам даже были такие отверстия, что внутрь гроб можно было видеть, и кто-то даже заметил, уже было заметно лежащее тело владыки только в темноте. Но точно ничего не было видно. И тогда взялись к тому, чтобы открыть самый гроб. Тогда, когда хранили владыку Иоанна, то прислуживал его помощник и прислужник Павел Лукьянов. И при закрытии гроба ключом был закрыт гроб именно этим прислужником. И ключ этот хранился в семье Лукьяновых. И при открытии владыка благословил, чтобы и монах Петр, бывший чтец Павел, чтобы он как раз своим ключом постарался открыть гроб. Но, конечно, все было замкнуто ржавчиной, и это только такой благоговейный символический акт произошел. А после этого взялись к тому, чтобы приняться именно к открытию гроба, и нужно было там ее отвертым, и немножко придав силу. Но при всех стараниях все-таки было затруднение с открытием гроба, и владыка Антоний запел милосердие отверстия нам двери. И именно в этот момент те применения, которые были сделаны, чтобы открыть гроб, сделали так, чтобы с молитвой это, и именно открылся гроб, владыка Антоний приступил к самому гробу, и сам своими руками крышку поднял, и мы впервые увидели лежащее тело владыки. Надо было сказать, что сразу захватило внимание, и то, что все внутри в гробе было обрещалое такое, и видно было разрушение вот этих вещей, которые лежали там, и заметны были руки, руки владыки Антоний, были совершенно белые, и опустившиеся немножко вниз, но полностью сохранены настолько, что все начали говорить, ох, нетленные, нетленные мощи. Вот это было очень заметно. Лик, конечно, владыки Антоний был покрыт воздухом, так как когда он был похоронен. Очень много было красной такой пыли на зеленом облачении. Владыка был погребен в пасхальном серебро-белом облачении, и все это превратилось в такой темно-зеленый цвет. Я даже не знаю, в каком облачении владыка был похоронен, думал, что, может быть, он был похоронен зеленым. Настолько зеленый этот цвет охватил вообще все полностью облачение. Тогда с молитвой, и владыка читал, помилуй меня Боже, осторожно очень владыка поднял воздух, и мы все смогли лицезреть нетленный лик водыки. И тоже почти все было покрыто такой белой пылькой. Не видно было усов и бороды, а все было просто, все, весь лиг и все белое. И на носу было черное пятно, и в этот момент, когда увидели это черное пятно, то сказали, что, о, вот, немножко тление на носу. Потом при омытии было по-другому. Это понято, но во всяком случае в тот момент ничего этого не трогали и только смотрели. И просто удивление было, насколько было сохранено все тело владыки. И все вещи были пересмотрены. Все то, что разлагалось, разломалось, это все откладывалось в сторону. Те вещи, которые были в сохранности, некоторые из них были положены в пластиковые конверты. И взялись за то, чтобы вынуть тело владыкиана из этого проживевшего, и можно даже сказать, заскнившего гробом, то, что внутри все эти материалы, из которого гроб был сделан, все это было в таком обещалом и даже частично растлевшем и проживевшем виде. Так что тело владыки подняли и переложили в гроб особый, который был приготовлен к этому, новый деревянный гроб, а этот металлический, старый, все это вынесли. Нужно сказать, что тогда, когда гроб открывался, и тогда, когда мы все эти вещи перекладывали и трогали, и все, то очень сильный был запах такой затхлости, так как когда бывает в сыром погребе, вот такой запах был. Но когда гроб вынесли, то весь этот запах вышел с этим, и лежало тело владыкияна в усыпальнице в своем новом деревянном гробе, и никакого, абсолютно никакого запаха не было. А все, вся эта затхлость, и все это сырое, это все, такой запах этот, все весь ушел со старым гробом. После этого положили деревянный гроб, в котором было тело владыки, в саркофаг, сам гроб был запечатан лентой с печатью, и саркофаг был закрыт, была служена литья, и все было поставлено в усыпальнице, как всегда. Потом прошло, я думаю, было уже 4 месяца после этого, прошло, во всяком случае, это было в декабре, в праздник святого праведного филарета, милостивого, было переоблачение владыки, значит, опять открыли саркофаг, вынули гроб, уже новый деревянный гроб, открыли, отпечатали печать, открыли гроб, и все присутствующие батюшки помогали снимать старое облачение, вот это зеленое старое, которое было, в общем, уже совершенно обвещало, оно даже хрупкое было, местами ломалось, и во всяком случае, все нужно было снять с тела владыки Иоанна, и омывалось тело владыки, омывалось белым вином, и розовой водой, все это было омыто, и все то, что было белое, это все отошло, и, как было сказано на лике, был лик белый, и рот, и усы, и борода, это все было, как одно белым покрыто, а когда омыли все, и вот пятно это было, и когда все омыли, оказалось, что никакого пятна, тления на носу не было, а наоборот, все, Когда белое сошло, то и усы, волосы усов, и бороды, все это полностью в сохранности. Уши владыки, нос его, все это в полной сохранности. Конечно, нужно иметь в виду, что все тело, оно после всего этого времени всю свою влагу потеряло, и это все обсушенное такое, но в полной сохранности. Только один глаз немножко тенья есть, и вот немножко, немножко на ногах. Но тоже нужно сказать, что когда открываются святые мощи, несмотря на то, что все мы, кто там был, кроме владыки Кирилла, никогда вообще не присутствовали при том, что открывался гроб или осматривались мощи, а он был тогда, когда царственные мученики в Иерусалиме, когда открывались гробы. Но все остальные никогда этого не видали, не знали, что ожидать. Так что тоже нужно знать, что православная церковь считает сохранность святых мощей чудесным, не тогда, когда просто тело сохраняется, как может быть, при холоде, или при том, что воздуха не было, или что, а то, что тление начиналось и приостанавливалось. Вот это чудо. И здесь явно видно было, что все остальное в гробе, все разлагалось, металлический гроб был проржавевший, материалы и вещи, даже иконки, и все, что в гробу было, это уже разлагалось, и даже облачение. А вот само тело, владико Иоанна, оно было в полной сохранности. Тогда, когда все тело было обмыто, то начали облачать владико Иоанна в новом, в новом белом облачении. И у него была такая рубашка, как крестильная рубашка на самом теле. После этого был подрясник. Этот подрясник был сделан в России. А после этого было совершенно новое облачение, подрясник, и все архиерейское новое облачение, которое здесь, в Сан-Франциско, было специально сшито, и которое подошло к святым мощам точно. А после этого положили обратно владику в деревянный гроб, и саркофаг был опять закрыт. Гроб был запечатан, и саркофаг был закрыт. Все это, все от начала до конца было благодоверно сделано с молитвами, с пением молитв, и под духовным руководством владыки архиерского пантона. Этим как бы заключается дело открытия мощей и переоблачения. А потом нужно сказать, что перед самым перенесением мощей 1 июля, перед самой службой, опять открывался саркофаг, опять печать открывалась. Деревянный гроб открыли, и переложили святые мощи владыки, святителя Яна, в ту раку, в которой они хранятся сейчас в соборе. Это происходило перед самой службой тогда. О пресветлый и претивный угодниче Божий, святитель Отче наш Иоанне, Утешение всех скорбек сущих нынешнее наше молитвенное прими приношение. Да, Господа умоли, Вот, Гиены, избавитесь от нас, Богоприятным Твоим ходатайством, Ибо Сам по смерти изрек. Скажите народу, Хотя я умер, Но я жив. Аллилуйя. В 1966 году владыка умер, И в 1969 году меня взяли в армию. В июне 70-го года И мама и папа заказали молебену владыке Тихоно-Задонским. Владыка Антоний совершил молебен И благословил меня иконкой крестильной владыки Яна. Она была совсем черной, И почти что лик иконы не видно было. Я эту икону с собой в Виетнаме носил в левом кармане, Когда мы выходили на маневры. В 1993 году, Когда все началось, Начали говорить насчет прославления владыки, Иконка начала обновляться. Я чувствовал себя очень счастливый такой, И вот за последний месяц, Два месяца даже иконка больше и больше обновлялась. И когда прославление уже подходило, Иконка совсем начинала обновляться, Я ее решил с собой взять на прославление. В субботу во время всеночной Я был одет в скаутской форме, Здесь помогал в соборе и в скаутском доме. И мы стояли напротив, Смотрели этот большой джемплтрон, Как служба продолжалась в церкви. Я, Наташа Драгомерецкая, Ира Драгомерецкая, Лева Гежицкий, И еще пару людей смотрели на иконку, И видно было волны света, Которые проходили через икону, И она с каждым моментом обновлялась. Я верю, что владыка святой, И он много нам поможет, Много нам помогал. И будем его просить, Чтоб он нам всегда помогал. КОНЕЦ КОНЕЦ Хотя я и умер, но я жив. Свидетель Иоанн всегда был И остается защитником И путеводителем для всех отчаявшихся И страждущих, Для всех просящих помощи В самом, казалось бы, безнадежном положении. Он всегда приходит на помощь каждому, То призовет его в своей молитве, Как воистину добрый пастырь и архиерей Последних времен чудотворец. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok